По прибытию в Британскую Колумбию надо будет выбрать тип жилья. Получить представление о затратах на аренду и покупку жилья в вашем районе можно с помощью калькулятора прожиточного минимума на сайте WelcomeBC. В Британской Колумбии существует множество различных типов жилья. Вы можете взять в аренду квартиру с одной или несколькими спальнями, кухней, ванной комнатой и гостиной, расположенными в многоквартирных или частных домах. Также можно арендовать комнаты в квартирах с общей кухней и ванной комнатой. Существуют комнаты, за аренду которых вы получите проживание и питание. Мебель также включена в стоимость жилья. Вы можете арендовать или купить следующие типы жилья. Дуплекс – это дом, разделенный на отдельные квартиры. Таунхаус – представляет собой небольшой дом, соединенный с другими похожими домами. Кондоминиум или кондо – многоквартирный дом, в котором каждая квартира кондо является собственностью одного лица или семьи. Информация об аренде или покупке дома доступна в интернете. Будьте осторожны при поиске жилья в интернете и никогда не платите деньги, пока вы не посетили жилье лично и не убедились в законности действий продавца или арендодателя. Если по прибытию вы будете искать жилье сами, то обратите внимание на надписи «Vacancy» или «For rent» на домах и зданиях, а также в рекламе на досках объявлений вашего района. Вы также можете просматривать объявления в газете под рубрикой «Rentals». Менее дорогостоящее жилье доступно в жилищных кооперативах «Co-Ops». Информация о кооперативах находится на веб-сайте Федерации кооперативного жилья Британской Колумбии. Противозаконным является отказ владельцев вам в аренде на основании – расы, цвета кожи, возраста, месторождения, религии, пола, сексуальной ориентации, брачного статуса, физических или психических недостатков или дохода. Однако арендодатель может отказать в аренде владельцам домашних животных, курильщикам и людям с детьми, если здание предназначено только для проживания взрослых. Если вы думаете, что подверглись дискриминации, свяжитесь с комиссией по правам человека в Британской Колумбии или с ресурсным и консультативным центром по аренде. Когда вы найдете подходящее жилье, обязательно уточните следующие вопросы. Сколько стоит аренда? Включены ли в арендную плату коммунальные услуги, такие как электричество и газ? Или я должен за них платить? Какую сумму надо внести в залог на случай ущерба? Залог на случай ущерба – это дополнительные деньги, которые необходимо внести во время поселения. Этот залог в сумме не более половины месячной арендной платы возвращается вам при выезде из квартиры за вычетом компенсации за причиненный ущерб. Арендодатель может попросить вас предоставить рекомендации. Рекомендации – это письма или телефонные номера людей, которые смогут охарактеризовать вас как хорошего арендатора. Возьмите эти рекомендации с собой во время поиска жилья. После вашего решения об аренде жилья, арендодатель предложит подписать арендный договор. Этот договор содержит правила сдачи в аренду жилья, своевременную оплату аренды, поддержание чистоты, а также уважение к другим жильцам. Убедитесь, что у вас есть договор об аренде, подписанный вами и владельцам квартиры. Это ваш обоюдный контракт. Перед подписанием договора внимательно осмотрите арендуемое жилье, составьте список дефектов и попросите арендодателя подписать этот список. Это обеспечит возврат вашего залога при выселении. Арендодатель не имеет права брать арендную плату до подписания договора об аренде. Это незаконно. Не арендуйте жилье у тех, кто требует деньги за принятие заявления об аренде. Посетите веб-сайт отделения по аренде жилья, чтобы узнать о ваших правах, как арендатора. Перед вселением необходимо решить ряд вопросов. Если вы должны оплачивать коммунальные услуги, такие как электричество или газ, необходимо договориться об их подключении. Информация о поставщиках, как BC Hydro или FortisBC, находится в интернете или в телефонной книге. Подумайте о страховке вашего имущества на случай утраты в результате пожара или ограбления. Страховые компании можно найти на желтых страницах телефонного справочника под рубрикой Agents и Brokers. Вам необходимо наладить телефонную связь и интернет. Информация о местных компаниях и провайдерах находится на желтых страницах телефонного справочника под рубрикой Telephone Service Local and Internet Access Providers. Прежде чем вносить изменения, такие как акрас стен, необходимо получить письменное разрешение от хозяина. Если вы решили приобрести жилье, то начните поиск с объявления о продаже жилья в газетах или в интернете. Большинство людей обращаются к агенту по недвижимости за помощью в подборе жилья для покупки, торгах за лучшую цену и разъяснении правовых аспектов. Агента по недвижимости можно найти на желтых страницах телефонного справочника под рубрикой Real Estate. Большинство людей оформляют кредит на покупку жилья в банке. Это называется ипотекой. Каждый банк имеет свои ипотечные ставки, поэтому стоит поискать наиболее выгодные условия. Если вы решите сдавать дом в аренду, то вам необходимо знать свои права и обязанности. Более подробная информация находится на веб-сайте отделения по аренде жилья. Информация об аренде или покупке жилья в Британской Колумбии содержится на веб-сайте WelcomeBC. Счастья вам в новом доме!